ну что ребята как и обещали нам так и завалило все снегом вышел я на уборку видите подкинул обещают тут 29 градусные морозы то есть под тридцатник значит будет чуть больше видите немножко прибрался на улице также вчера убрался сегодня опять навалило короче говоря колеса иду менять первый раз я так поздно меняю особо никуда не вижу поэтому поздно вот она моя хундочка стоит ждет когда ей колеса поменяю колеса естественно у меня хранятся в погребе там более-менее влажность одинаково круглый год зимой не холодно поэтому сейчас я эти новые сниму колеса а старое с шипами обязательно поставлю так как тут нас наш погреб чувствует себя все нормально все путем температура сейчас на улице минус 12 а здесь это плюс 5 многовато надо бы еще понизить температуру ну поработаем над этим делом вот вентилятор я его выключал только сейчас включила вот вот они колеса вот эти два передних они видите побольше вот эти два задних или передний у меня ведущий поэтому я ставлю более новое задние колеса они как бы тоже не старые но тем не менее вот эти передние у меня с конца 14 года где-то с декабря это у нас сегодня черт 19 до это 15 16 17 18 19 5 лет протектор еще хороший немножко правда вот вот одного шипа вижу нету процентов несколько процентов вот еще одна у шипа а так колеса неплохие но эти как на тележке сзади катятся с ним ни хрена не случается все потащили их наверх менять летом я их помыл сюда поставил жду своего часа первый раз я так поздно меняю не знаю говорил нет сегодня 14 ноября обычная где-то 15-20 октября меняю ну тут связи с поездкой и так далее все делаем сейчас перетаскаю сюда к автомобилю ну и буду менять ну вот осталось последнее колесо сейчас на их место станут летние колеса это наш погреб я наверное уже сто раз показывал его но все равно я считаю что погреб у нас очень прекрасно смотрите какие стены сухие ну правда видео не про это смотрите другие видео на нашем канале которые рассказывают о нашем погребе о наших заготовках видите лариса она готовила вот я капусты приготовил тут лук лук это часть лука потому что другая часть дома это пустые банки на а это охлаждающая жидкость сливы я с гаража топить его не буду в этом году на хрен надо а то столько дров уходит конечно же перед установкой колес маленько надо навести марафет потому что осень заезжаю грязь завожу ну какая-то булавка видите погнутая не знаю откуда взялась короче говоря порядок наложу чтобы в грязи то не копаться достаем домкрат немножко темновато ну что сделаешь экономика должна быть экономной говорил леонид ильич прежде чем поднимать автомобиль откручиваем 4 гайки вернее 3 откручиваем одну срываем и оставляем потому что когда машина будет приподнято колесо будет крутиться либо надо там коробку включать либо ручной тормоз ну опять же ручной тормоз только на задние колеса поэтому она придавливает своим весом просто откручиваем ну вот как я и говорил 3 футерные гайки открутил четвертую оставляю на месте ну что колесо не вывалилась машина упадет теперь можно поднимать домкратом машину приподнял на домкрате до того момента пока не освободилось колесо видите колесо немножко свободно то есть она не стоит на земле теперь отворачиваем последнюю гайку и ставим зимнее колесо зимнее колесо вот оно у меня на простых дисках диски немножко подржавели все-таки они уже пять лет на этом колесе и обязательно смотрим направление видите вот на каждом колесе есть вот такая стрелка и вот эту стрелку нужно ставить по направлению движения это у меня правое переднее колесо опачки колесо больше по размеру зимнее хотя она и 14 профиль у него выше поэтому надо машину приподнять больше ну вот и сейчас самый раз все одну гайку наживили теперь она никуда не денется закручиваем все четыре гайки заворачиваем их ну усилие примерно на закрутку опять же говорю ньютоны других других измерений я не знаю ну примерно 100 110 ньютон да кстати если мне гаечки смазаны графитовой смазкой здесь чтобы резьба не заживила ну так как с прошлого раза них очень хорошо были смазаны кто-то говорит что они открутятся все это фигня ребята когда завернута с определенным производителем ньютон то есть хорошо затянуты никакая смазка вам не помешает на каждой гайке конуса и на этом диске на штампованном посадочном месте тоже конус поэтому центровать не надо все станет само затягиваем как бы крест-накрест потому что у меня четыре болта если было пять болтов звездочкой если шесть болтов тоже друг напротив друга так теперь я сейчас его подкачаю я обычно качаю передние колеса 21 это у меня трещит фанера которая подложил под домкрат потому что машина тяжелая я не стал попираться в кузов подложил фанеру наверно так нельзя делать сейчас многие критиковать будут ну что сделаешь я всегда подкладываю фанеру тонкую фанеру просто подложил колесо уже не крутится специально опустил чтобы она коснулась и придавил чуть час поддавлю сейчас скажите откуда я знаю ньютоны а по опыту в 36-летнего водителя знаете сколько их перекрутил когда-то работал молодость еще слесарем в автобусном парке там такие футурки крутили так что примерно я знаю сколько все одно колесо на месте опускаем и переходим на следующее у этих фанерка сломалась переходим на заднее колесо здесь ребятки видите забыл вам сказать у меня стоят под откатники тут то есть когда я поднимал переднее колесо и меня у меня сзади стояли вот такие вот самодельные откатники сейчас их переставлю на переднее колесо вот так чтобы когда подниму задняя машина не уехал технику безопасности еще никто не отменял колесо легко вращается от забыл открутить виде она попробуем так они хрена ребята вот так не получается придется опустить упереть и открутить сейчас она упертая теперь легко ключ головка на 19 сказал нет один отвернули вернее сорвали видите как она аж проворачивается мне быстрее было опустить чем как-то выдумывать его держать все отворачиваем 3 1 оставляем отвернули это умная сорвана поднимаем это колесо в сторону хочу в сторону так как у меня замена происходит в гараже сразу и опустим погреб пусть у нас колеса здесь пока темно вот первое колесо на месте задняя права сейчас я рядом с ним задняя передняя права я поставлю и остальные не до весны теперь до апреля ну что ребятки как я вам и обещал вот у меня графитовая смазка вот этого вот этой графитовой смазки масса не то 400 грамм вот видите написано графитовая смазка же срок хранения пять лет но я думаю что она у меня технические условия девяносто пятого года я думаю что она у меня уже лет десять как бы не соврать так вот за 10 лет ну эти конечно ее мало стало но я каждый год вот так вот на всех своих машинах смазываю резьбы не только на колесах и опять же пусть меня критикуют что хотят делают резьбы я как мазал так и буду мазать это резьба резьба шпильки которая держит диск все смазали переставим само колесо диск вместе с колесом вернее так коленка придерживаю чтобы она не соскочила и хотя бы одну футерку футерную гайку думаю что видно не очень хорошо ну понятно зато может добавить сюда света ну вот видно да смазаны эти да кстати говоря какая-то какая-то вот смазка не могу понять что откуда но это прошлогодние колеса так то мне вроде ничего не бежал ладно это второй вопрос вот они у меня они смазаны так наворачиваем ну и сейчас до конца их дотяну ключом на 19 головкой потом приопущу как я и с передним колесом делал ах рук не хватает вот видите и все одна сторона готова продавать все не все колесо на месте и тут у нас такие дороги грязные колесо на месте правая сторона готова теперь осталось подкачать заднее колечо колесо я качаю до 2 передние 21 значит качаю резина у меня не резины а колеса за лето упало давление с двух до полтора то есть на пол очка но это нормально иногда бывает грязь попадает видите показывает 16 все два очка заднее кольцо готово так что из нюансов и нюансов то что вот этот вот колпачок обязательно должен быть накручен почему потому что попадает грязь во время эксплуатации потом плохо накачивать их потом замучаетесь шилом выковыривать то что колесо немножко вот ржава да мне насрать мне из кабины как говорится не видно еду и все меня никто меня это остальные не волнует пусть они что хотят то и думают колесо исправно накачано резина соответствует сезону и так далее ну точно так же сейчас буду с передним колесом поступать то есть накачаю закручу колпачок и перейду на левую сторону на этом я видео свое закончу значит еще раз хочу повторить передние колеса 2 и 1 задние 2 почему именно так потому что когда колеса накачаны машина легче катится по асфальту по бездорожью я езжу только по своей улице ну кто смотрит смотрит видео тот видел какая у нас улицах 25 лет живу 25 лет вот такая фигня пробовали сами делать бесполезно все перековеркают все всем пока смотрите нас подписывайтесь на канал у есть второй канал блоговый два континента лайф смотрите его там у нас путешествие поездки к дочери другие поездки в казахстан и так далее всем пока пока так ну что после замены масла я его менял позавчера еще не выезжал и колес надо попробовать прокатиться а чтобы прокатиться было не как бы не так просто так съезжу к я к своим внучкам мало-мало очистили сейчас поедем собираешь как на дальняк ночью я вам скажу пока резина нормально давление нормально чувствует себя машина хорошо сейчас я выйду на трассу и через полчаса будут уже умничек вот чего ребята я не сделал так это не утеплил движок то есть чтоб двигатель быстрее нагревался и температура была как можно быстрее теплая тогда меньше расход топлива идет и 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 съездил проверил внучек проверил машину все отлично а тут меня торя ждет кушать хочет я знаю говорю и 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